Всем привет! Любите готовить? На канале Старина Сэм мы готовим блюда известных во всем мире шеф-поваров. Готовить ресторанную еду дома – это реально. Главное подписаться на наш канал. Внимание, немного усердия и ваши блюда надолго останутся в сердцах ваших близких. Кроме этого, на канале есть простые рецепты для новичков, которые благодаря нашим секретам становятся шедеврами. Надумали? Заходите вот по этой ссылке и удивите всех своих близких. Вкусного просмотра! Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Сегодня воскресенье. Традиционный обзор на доставку еды. Сегодня компания, на которую я давно хотел снять обзор, но все не решался. А знаете почему? Потому что это не то, чтобы вот там доставка суши отдельно, доставка роллов, доставка бургеров, доставка японской еды. А это, вот даже если забиваешь в гугле, да, там доставка ананас, то там вылетает ресторанный комплекс ананас в Митина, то есть это в Митина ресторанный комплекс, где банкеты всякое вот разное. И они же делают фуршеты, то есть кейтеринг. И к чему я это веду? К тому, что у них просто вот все есть. Ну, то есть вот, вот все. И хинкали, и пироги какие-то, и пицца, и шашлык-машлык, и суши-роллы. Они занимаются всем. То есть это не просто доставка, которая делает суши, пиццу и бургеры. Нет, они все делают. Вот, тип такого. Я поэтому не решался, потому что я, блин, я не понимал, как к этому подойти. В итоге подошел, я из каждой части заказал там по одному-два блюда, и вышло все это приблизительно 1000 на 3 рублей, и ко мне это все едет. Обещали за час привезти, и что? Ровно за час они доехали. Прям ровно-ровно-ровненько. По температуре нормально, мы проверили. Все окей, сейчас вы видите кадры. Более-менее все тепло, то есть вопросов нет. Ну, за час доставили, и хорошо. Напиток тоже прохладный, вот видите, да? Конденсат. Это подтверждает, что он прохладный. Я бы пикнул, да куда-то делась у нас эта пикалка. Осталось там, где мы мерили температуру. Че впечатлило? Значит, в ананасе. Звонит девушка, подтверждает заказ. Черт удивит, спрашивает, про жарку говядины? Я такой, ладно, про жарку говядины меня очень впечатлило. Серьезно, в доставке, чтоб тебе позвонили, уточнили, как вам пожарить котлету в бургер. Это очень круто. Второе, что меня впечатлило, предупреждение по поводу градусов кваса. Она рассказала, что квас у нас домашний, поэтому если вы собираетесь за руль, будьте осторожней, квас имеет алкогольный градус. Ну, че я могу сказать, это 5 с плюсом за такое отношение к клиенту, за внимательность. Так, чек далее. Нам все это готовит ИП Курневич Т.А. 3330 рублей. У нас пицца, у нас цезарь. Кстати, цезарь, который на сайте выглядит весьма недурно. И, в общем, вот всякое такое. Блин, ну там еды просто безумное количество. Все есть. Я говорю, даже хинкали, я хинкали заказал. Посмотрим, посмотрим. Вот он квасок. У меня, честно говоря, прямо интрига. Давай, давайте, что тянуть? Я сейчас квасок и попробую. Ай-яй-яй, я растрес его. Дим, дашь стаканчик? Дотянешься? Запах идет очень даже, очень даже приятный. Да черт, мы ее тут перекладывали. Я вот так поставлю, чтобы... Да что такое? Да что такое? Да что такое? Класс убийца. Все. Успокойся. Да успокойся. Да что, он остановится когда-нибудь вообще? Что происходит-то вообще? Бесконечный процесс просто. Я открыл вечный двигатель по ходу дела. Все, 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 нормально. Ой, мама дорогая. Смотри, он реально не перестает просто течь. Лава. Давай, откроем. Но это говорит о чем? Говорит о том, что прикольно. Мне сейчас стол вытирать придется. Вот о чем это говорит. Домашний квас. Слушай, ну пахнет он больше брашкой, чем квасом. Что по вкусу? Да, это очень домашний, очень натуральный квас. Прям очень, очень, очень. Вот прям пойдет. Но заходит ли мне по вкусу? Чуть-чуть нет. Он все-таки горьковат. Он все-таки, наверное... Ну вот, квас от брашки отличается температурой брожения. Да, там до 18, после 18, ну вот всякая такая история. Вот здесь вот, мне кажется, температура брожения была такая, что получилась брашка. Горьковатая. Немножко как будто бы вот такой пивной привкус. То есть, хотя тут солода нет, но вот ощущение, что есть такая горечь солода, она присутствует. Тем не менее, это действительно феноменальная домашняя штука. И квас вкусный в целом. Чуть-чуть в мой вкус не попало. Может быть, немного послаще. Если бы был, было бы зашибок. Круто. Круто. Я пошел мыть стол. Так, у нас тут бургер. Торт. Я, правда, кажется, медовик заказывал. Суши. Калифорния с крабом. И Филадельфия. Это салат Цезарь. Кстати, неплохо выглядящий. Что у нас еще? Какие-то соусы. И, в принципе, все. И комплектация. На столе сейчас абсолютно все, что мы заказали на 3300 рублей. Вот это весь заказ. Много-мало, не знаю. Цены, в принципе, высокие у них. То есть, ну, относительно роллов, по крайней мере, могу сказать. Там салат Цезарь. Это просто дорогущая штука. Ну и вот. И комплектация. Так, комплектации у нас уточняли. Сколько нам надо. Я попросил пару палочек. Там, типа, не стал у них выпрашивать кучу всяких приборов. Вот дали вот такие вот вилочки простенькие. Которые не очень хорошо держат удар, так сказать. Так, конфетки. Что это такое? Ну, в общем, конфетки. Вот куча конфеток. Штучку 8 нам дали. И палочки. Служба доставки РЦ Ананас. Палочки тоже фирменные у них. РЦ Ананас, это, видимо, вот это ресторанный комплекс, я читал. А это ресторанный центр. Ресторанный центр. Вот. Соевый соус один. И салфеток. Ну, салфеток дали совсем скромно. Как будто бы, как будто бы я очень буду есть аккуратно. А это вообще не так. Ладненько, давайте начнем. Начнем мы с горячей пиццы. Которая уже, естественно, приехала. Не горячая, а плюс какое-то время прошло. И вот она. Пицца 4 сыра. Здравствуйте. 440 рублей стоит пицца 4 сыра. Она должна весить полкилограмма. Я сейчас вот так вот сделаю пироги. Заодно, кстати, взвесим пироги давайте. А что я обнулил? 350 граммов весят пироги. Ну, это так. Для информации мы их потом попробуем. И сверху вот так положу пиццу. 510 граммов. Все окей. То есть по весу они соблюли. Пицца 4 сыра. Начинка выглядит 440 рублей стоит. 4 сыра должна была стоить 444. Ну, типа 4, 4 там. Начинка выглядит нормально. Тесто выглядит хуже, чем нормально. Тесто очень похоже на обычное дрожжевое. Причем такое передрожжевое, знаешь, очень пышненькое. Я такое тесто не люблю. Но сейчас попробуем по вкусу заранее еще высказываться. И много пузырей. Пузырей, за которыми они не следят. Вот, 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 вот. А пузырь это что? Пузырь это не что иное, как просто кусок теста без начинки. То есть вот эту часть. Очень жирная. Алло. Здравствуйте. Виталий Сергеевич. Да, здрасте. Здравствуйте. Служба безопасности Сбербанка. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Вы проводили вход в кабинет Сбербанк Онлайн 10 минут назад? Да. В том, что наша система безопасности зафиксировала, что с вашего счета пытается списать 3000 рублей на карту Альфобанка на имя Дуи Владимира. Данную транзакцию вы проводили? Нет, я заеду сейчас в отделение, все, решу. Спасибо. Ну, заеду в отделение и поговорю с сотрудниками на тему карты. Я по телефону такие вещи не решаю. Сюда не. Вот то, что вы сейчас слышали, это типичный пример развода. То есть, когда вам звонят, говорят, служба безопасности Сбербанка, сзади там какие-то, типа, звуки. Никогда на это не ведите. Меня один раз, знаешь, какой развод был, я, кстати, рассказывал, не рассказывал. И вам расскажу. Мне целый день звонил один и тот же номер. Целый день звонил номер. Я сбрасываю, он опять звонит. То есть, ну, звонков, наверное, пару тысяч было сделано. Естественно, если ты берешь этот телефон, там никто не отвечает. Сразу все сбрасывается. Вот. Я его поставил просто в блокировку и все. Ну, как бы, я даже не замечал этих звонков. В итоге потом происходит вот такой же звонок подобный, типа, служба безопасности Сбербанка. Мы видели атаку на ваш номер. Такой звонок. Ну, и начинается, короче, все подведение к тому, чтобы ты сказал свой номер, сказал свой ЦВВ-код этот, ЦВЦ, как он называется, и так далее. Подтвердил смс-кой там какой-нибудь перевод, покупку на зоне какого-нибудь непонятного чего. Ну, вот, в общем, ребят, будьте внимательны и берегите свои бабки, никому не отдавайте. Если что-то какие-то вопросы есть по вашим картам, просто зайдите в отделение, благо их 100-500 этих отделений. Я даже сейчас, если вот этот номер сейчас где-нибудь введу, наверное, будет числиться как разводный, короче. Телефонное мошенничество, да? Вот, пожалуйста, отзывы люди пишут. Мошенники называют по имени-отчеству и спрашивают про СБ онлайн. Злонамеренный вызов. Звонят, представляются Сбербанком. Вот этот номер телефона. Вот, ладно, проехали. Все, короче, отвоевали мы наши бабки от этих аферистов. Че по пицце? По пицце у нас, ну, жирная такая, сыры нормально наложены, что аж стекли вниз. Давай попробуем. Начинки, в принципе, много. Вот если так посмотреть, да, на начинку видно, что тесто не очень толстое и много-много начинки. То есть для пиццы 4 сыра очень даже гуд. Пробуем. Невыдержанная, несбалансированная пицца 4 сыра. Относительно сочетания сыров, они явно тут все есть, чисто визуально, но относительно гармонии и вкуса они не добились. Я не знаю, посмотрите, вот рекомендации старого грека. Мы с ним вместе делали 4 сыра, Гриша. Вот, мне кажется, что вот эти вот громовки, которые он вымерялся, они играют роль. И 4 сыра, она складывается именно, когда все гармонично. Вот здесь вот просто, ну просто сыра натерли, короче, такой домашний вариант. Пицца 4 сыра на рандом получился. Невкусное тесто тоже ничего особенного. Невкусное тесто. Начинки много, но не гармоничные. В общем, эта пицца от меня получает... Точно нет, не понравилось. Давай посмотрим, может быть, бургер, да? У них там много разных бургеров. Понятное дело, надеяться на прожарку уже не приходится, потому что это доставка. Хоть меня и спросили, но не будет там медиума. Там будет сейчас, скорее всего, уже вэлданчик такой прям капитальный. 400, 470... Я аж подавился предыдущим блюдам. 470 рублей стоит бургер. Это что-то слишком до хрена. 350 граммов. Булочка для бургеров, мраморная говядина. Сколько он должен весить? 400... А, 350 граммов. 335. В бургере не довес, минус, кстати, еще бумажка, которая, в принципе, ничего не весит. Ладно, выглядит, кстати, бургер весьма убедительно. Ну, в плане, посмотри, да, то есть он такой. Внешне нормальный. Сырок, смотри. Огурчики, там, киченес. Соус сразу видно, что это, да, такой кетчуп с майонезом, прям по цвету розовенький. Толстенная котлетка. И булочка прикольная. Толстенная булочка, типа бриошь. Давай попробуем. Тут, конечно, все зависит от котлеты, как ни крути. Медиума нет. Причем его, он здесь был. Но он ушел. Пока бургер ехал, медиум закончился, да. И котлетка уже явно медиум well, даже, наверное, well done. Хорошо пожарено. Но! Должен похвалить этот бургер, потому что он остывший. Он уже остывший. Там есть легкая теплота внутри, не более того. Но даже учитывая этот факт, мясо мягкое. Мясо, в принципе, сочная котлета. Булочки вкусные. Огурчики вкусные. И соус стандартный, я говорю, киченес такой, с горчичкой, наверное, немножко. Но бургер складывает приятные впечатления. Не знаю, 400 или 70 рублей. Это, конечно, кошмарно дофига стоит этот бургер. Но толстая котлета, вкусные булки и, в принципе, все остальные ингредиенты. Могу сказать, что это хорошо сделано. То есть, вот кто отвечает у них за бургеры. Я так понимаю, наверное, это разные люди должны отвечать. Там, за суши, за бургеры. Какие-то там, типа, су-шефы или как. Это неплохо. Это неплохо сделанный бургер. Я его доем с удовольствием. Но за эти деньги больше покупать не буду. Ладненько. У нас есть еще хинкали. Оу-вау-вау, сколько там влаги, посмотри, а. Сколько влаги. Вот они, хинкали, еще и с зеленушечкой. А, смотри, как симпотно выглядят. Очень много конденсата. Сейчас я избавлюсь. Выглядит сносно. Хинкали с бараниной стоит 380 рублей. 4 штуки по 50 граммов. То бишь, 200 граммов это должно весить. Минус 20 граммов коробка. Ну, да. Да-да-да. Коробка, наверное, даже больше, чем 20 граммов. Потому что это большая коробка. И вот, по всей видимости, нам еще дали здесь, смотри. Ну, это васаби. Кстати, прикольные плошечки. Я таких никогда не видел. Первый раз вижу такие. Такую упаковку. И здесь сметана. Вот сметана, скорее всего. Да, это чистая сметана. И она как раз под хинкали. Возьмем вот эту белочку. И посмотрим, что из себя представляет хинкали. Ну, тоже уже они подостывшие. Ну, зато у нас, кстати, ничего вытекать не будет. Но количество начинки мы посмотрим без проблем. Сейчас я разрежу одну штучку. И посмотрим, что по хинкали. Цена тоже высокая. Вообще, для меня психологический барьер для хинкали, это, ну, в идеале это где-нибудь рублей 50. Но, если это стоит 80, ну, может быть, где-то феноменальные хинкали 90. Я тоже это пережил. Здесь же, ну, поняли. Дофига больше. Почти под 100 рублей. И опять-таки, если бы они были офигенные, здесь не складывает впечатление, что это офигенные хинкали. Много теста, мало начинки. И вот они, хинкали от ананаса. Давай попробуем хоть как они начинку сделали. Очень-очень скромные хинкальки. Я такие вообще неприемлемые. Хинкали это грузинское блюдо. Грузины это самые хлебосольные люди в мире. И хинкали должны быть от души. Вот когда от души. Здесь хинкали, вот, да, это хинкали для кейтеринга. Когда можно продать небольшие канапешки, типа, задорого. Вот это, пожалуй, такой формат. Очень мало начинки. Толстое тесто. Что касается вкуса, ну, да, ну, барашка там, видимо, есть. Возможно, с говядиной перемешанной. Кстати, вот, хотел сказать, немножко там недоварено сырое мясо. Но, наверное, наговорю. Не буду про это. Не интересно. Это неинтересно. Хинкали нет. Хинкали мне не понравились. У меня, кстати, грусть. Я тут часто заказывал в компании чебуреки и манты. Ну, мне нравится там. Блин, говорили про хинкали, я почему-то на манты перешел. Но неважно, это идейно две крутые штуки. И хинкали, и манты я обожаю. Подорожало у них все. Прикинь, раньше возили, вот, как раз было манты, таки здоровые. По 60 рублей. Я вообще кайфовал. А сейчас дороже стало. Я даже серьезно, я не стал даже заказывать. Вот. Так, ну и 382. А где мой суп, кстати? Я точно помню, что я заказывал суп. Ты помнишь, что я заказывал суп? Да, кстати, суп из тыквы. Не, слушай, я его не заказал, походу. Не заказывал? Нет, наверное. Вот я смотрю, итоговый свой заказ, нету его здесь. Блин, суп из тыквы хотел заказать, а не заказал, черт. Так, ну что еще? Чуть я как-то мало, получается, заказал вообще, по большому счету. Это пирожки разных видов. Да, пирожки разных видов. Упаковка от Комус. Вот она, упаковка Комус. Я нормально отношусь к упаковке Комус, это я не в плане критики какой. 350 рублей стоит. Упаковка вот таких вот пирожков. 12 штук. Веса нет, мы можем просто проверить, что их тут 12, а их тут 12, да. И, в общем, вот такие вот пирожочки. Ну, судя по хинкали, тут тоже ждать каких-то, да, начинок крупных я не могу. То есть это вот, ну, блин, много теста, мало начинки. Это пирожок с мясом. Ну, давай еще вскроем какой-нибудь вот этот пирожок, наверное, с капустой. Так уж принято. Начинки действительно мало. То есть они скромно кладут. Бабушки бы добавляли, ну, минимум в два раза больше начинки. Давай попробуем по вкусу. Тесто для пиццы, они используют это же самое, что и для пирожков. Отвечаю, это вот это же тесто. Сухо и невкусно, ребят. Вот, пропорция теста и начинки, она здесь такова, что, блин, ну... То есть если мы из всех этих пирожков выковырим начинку, вот из всех, вот на такой большой объем продукта, мы получим, наверное, дай бог, граммов, что-то, типа, 100, наверное. Ну, это будет прям... Это реально будет круто, если мы 100 граммов начинки наковыряем. Ну, вот, 350 рублей, 12 сухих пирожков с маленьким количеством начинки. Ну, фиг знает, как говорят великие. Ладно, что у них суши? Все-таки опять это очередная тема, что когда ты занимаешься всем, а эти ребята занимаются прям всем-всем-всем-всем-всем, то делать что-то одно не очень получится. Я, честно говоря, немножко прифигел от цен. Я посмотрел граммовки, то есть я никогда не офигеваю от цен, когда там адекватные какие-то большие роллы. Ну, вот здесь вот, например, ролл Калифорния 520 рублей, 200 граммов. Ролл Филадельфия 460 рублей, 230 граммов. Ну, то есть маленькие роллы. Ну, это маленькие роллы. 460 рублей. Они причем пишут сыр Филадельфия. То есть, короче, у нас это все вместе должно весить 530 граммов. Ну, я думаю, что весят так вот по ощущениям. Нифига себе. Подожди. А, 430, 230 и 200. 430, у нас 448. Если недовес есть, то он небольшой. Ладно, давай посмотрим. Ну, честно говоря, у меня надежды немного на это блюдо. А здесь они пишут, что это икра летучей рыбы. Поэтому, несмотря на то, что вам кажется, что вот этот ролл, видите, он как будто бы не обвален в икре. Это проблема, что в основном все используют икру масага. Это икра мойвы, не летучая рыба. Из-за того, что она мельче и лучше липнет к роллу. То есть, вот мы даже у себя в усуше используем альтернативу тобика. Потому что тобика, она дороже. Но дело не в том, а в первую очередь, что она не липнет к, блин, написано краб. Ну, то есть, вот, то есть, не написана имитация краба или еще что-то. Написано краб. Это просто крабовые палочки, блин. Ну, окей, я говорю, я хотел подвести к тому, что я за 520 Калифорнию бы, наверное, бы очень даже понял бы. Очень даже понял, если бы там действительно был краб. Зато тобика прикольная. Хоть ее меньше налипает, она прикольно лопается. Мне тобика нравится. Тобика это икра летучей рыбы. А масага это икра мойвы. И та, и другая крашеная, но тобика она чуть покрупнее. А ну. Вкусный соевый соус. Прям огонь. Давай попробуем, ладно, эту Калифорнию. Ай. Ну и Филадельфия. Ребят, что по поводу Филадельфии? Кстати, очень годные авокадо у них. Давайте я не буду что-либо комментировать по поводу этого лосося. Давайте это останется на их совести. Ролл Филадельфия в таком исполнении, с такой рыбой, останется у них на совести. Я ничего не скажу. Слушай, ну при всем при том, что я могу вот что угодно сейчас говорить, по вкусу мне этот роллчик понравился. Да, маленький. Да, как бы есть к нему вопросы, но мне понравился. И внутри сыр. Походу Филадельфия. Ну вот это вот Филадельфия, которая, ну в пачках таких продается. Не Кремет, а Филадельфия. Приятно, в Роухон приятно смотрится. Ощущается. Потому что я делал сравнение. Я покупал вот эту Филадельфию и сравнивал ее с Кремет отдельно. То есть если есть с ложкой, вот мне Кремет нравится больше от Хохланда. А в Ролле, и я сказал, что Филадельфия хуже. Вот здесь вот, мне кажется, они кладут именно Филадельфию. И она хорошо очень, очень хорошо подходит именно к рыбе. Да, блин, ну серьезно. По вкусу симпатичные ролчики. В общем, несмотря даже на неадекватность цены и заведомо ложную информацию для меня относительно Калифорнии. Мне в этих роллах понравился вкус Филадельфии. Вообще, несмотря ни на что. А в Калифорнии мне понравилась Тобика. Серьезно, я сто лет, просто сейчас никто уже практически не добавляет именно летучую рыбу. Очень редко. Она клевая. Она вообще в тему мне нравится. Хочу добавлять Тобика. Пусть она хуже налипает, но она для вкуса годна. И авокадо, и все окей с авокадо. Смешанные чувства, как бы прям хвалить тоже не за что их. Но, учитывая, что мне в целом понравился вкус, пожалуй, сильно и критиковать не буду. Ну, разве что за цену. Цена неадекватная абсолютно. Гункан Спайси. Тоже малыш, тоже малыш. Мало соуса Спайси, это видно. Уголь нарезан со всем, что можно нарезать. Просто все подряд в нем. И кожа, и хотел сказать Косте, но надеюсь, что без них. 38 граммов. Смотри, четко. Сколько должен весить, столько он и весит. И это хорошо. Плохо обработанный уголь. Маленькие косточки все равно чувствуется. Эта проблема, скорее всего, связана с тем, что либо это вообще не уголь, а рыба, которая называется угревидной кларией. Она дешевле. Ее многие заказывают для того, чтобы удешевить продукт. Возможно, это так, она просто меньше, и уголь бывает меньше, и из-за этого много косточек, и обработать его невозможно. Это дешевле, это выгоднее для компании, поэтому они, многие делают именно так. И бог с ним, что вам попалось несколько. Пусть небольших, пусть вы и не умрете. И, в принципе, если вы съедите эти кости, с вами ничего не случится. Незаконченное предложение, и забыл, с чего начал. Там где-то запятая должна быть, и что-то еще. Причастный оборот. Короче говоря, плохо сделан. Плохо сделанный гунган. Ладно, у нас салат Цезарь, и, честно скажу, внешне у меня он складывает очень приятное впечатление. Да елки. Вот так вот эпично не вышло. Приятно выглядит. Запах. Пошел запах. Приятный запах. Есть шанс у этого Цезаря, да ладно? Цезарь стоит 420 рублей 235 граммов. Этот Цезаречек весит. 2 грамма, ладно, выделим. 230 граммов с коробкой, то есть по Цезарю не довес. И, ну что сказать, смотри, салатик норм. Полежал немного вымок. Каким-то сыром сверху посыпано. Такой типа ломкий сыр. Глядишь, пармезан. И запах идет приятный, надо же. Давай попробуем. Да, слушай, хороший соус, походу. Аллилуйя. Мне с доставкой приехал Цезарь. Офигенный Цезарь. Блин, еще хочу. За последнее время в этом доме у меня нормальных Цезарей практически не было. Единственное, если я заказываю доставку с шоколадницей, мне там очень нравится Цезарь. Я кайфую. Каких-либо разумных Цезарей, приезжающих с доставкой, не было уже вечность. И это вкусный Цезарь. 420 рублей. За такой Цезарь я отдать, в принципе, готов. Единственное, его есть надо раньше, потому что уже, все уже пока стояло. Из-за соуса, из-за того, что в соусе есть соль, как бы, да. Началась влага, выделение влаги из листьев салата ромен. Здесь салат ромен. Естественно, они пожухли. Но если этот Цезарь есть сразу, он будет отличный. Соус сделан очень вкусно. Прямо анчоусный такой, как надо. Огонь. Прямо ставлю пятерку им. Слушай, приятно, приятно. Меня удивил салат Цезарь. Меня, в принципе, удивил бургер у них. Остальное все шляпа. И у нас еще торт есть. Торт это какой-то... Слушай, внешне он выглядит, как будто бы это торт медовик, но... Да, это я же медовик заказал. 170 рублей стоит. Офигелишь, или меня? Реально, 170 рублей стоит вот такой торт. Давай попробуем медовик. 170 рублей, серьезно? За такой медовик? Ну, это медовик, типа, ну, как в пятерочке. Такой, знаешь, пышный коржи. Много стрёмного крема. Невкусный. Абсолютно невкусный. И абсолютно не медовик, что ли. Короче. Чтобы вы понимали, какой медовик я люблю. Вот я по салату Цезарь вам определил, да, что мой вкус это шоколадница. И я с ним сравниваю. Медовик, который я люблю, это медовик, который у меня на канале. Рецепт, который есть у меня на канале. Вот если вы такой медовик когда-то готовили, вы понимаете, какой медовик жду я, короче. Какой вкус жду я. Консистенцию какую жду я. Это плотный, классный, со вкусом меда, с офигенным кремом. Я, правда, там еще сгущенку добавляю. Ну, бомбический просто медовик. Кто готовил, те знает. Это же просто, ну, какие-то пышные бисквитики, да, пропитанные, есть привкус меда, но не та структура, не тот вкус, который бы я кайфанул. В общем, мы попробовали, вот, ну, довольно скромно я, конечно, заказал, что по факту кейтеринговая компания, у которой задача удовлетворить там большие компании. Я не знаю, честно говоря, обычно, если речь идет о кейтеринге, о фуршетах, которые организуются, речь идет о каких-то разумных ценах. Ну, то есть, если тебе там привозят поесть что-то, да, на стол в больших количествах на большой компании, то это должно быть разумно по цене. И здесь же ощущение разумности как бы под вопросом, потому что роллы с крабовыми палочками за 520 рублей, бургер за 500 рублей, хинкали за 400 практически, и вот так вот все. То есть, в принципе, тут цены выше среднего, сильно выше среднего, и накрыть на стол в этой компании, ну, несмотря на то, что у них действительно есть абсолютно все, что ты захочешь, кроме, наверное, китайской, кстати, кухни, и то, если полазить, наверное, найду, здесь тебе выйдет в очень серьезную копеечку. Мое мнение, что если уж накрываешь на стол, лучше тогда по отдельности заказать пиццу в хороших местах, роллы в хороших местах, в основном везде практически доставки бесплатные, там набрал, 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 и все, и приехала. Пирожки бабушке заказал на печь. В общем, в целом ощущение посредственности, но, но, но все-таки то, что Цезарь меня удивил, меня это удивило. В общем, масло масляное вот такое. Респектую за Цезарь. Неожиданно. Респектую. Ставим оценки. Оценочка, ребят, 66 баллов набирает. При всем при том, что довольно часто в последнее время у меня обзор начинается, ого-го, как прикольно, клево, и в конце все это скатывается в... Здесь такого нет ощущения, здесь есть ощущение, что меня катало по волнам, то есть я... Сначала попробовал пиццу, нет. Потом бургер такой, да, в принципе, да, особенно если побыстрее бы я его съел, в принципе, да. Потом такой, опять нет, что-то не так с хинкали. Потом такой, роллы такие, ну, как бы тоже нет, но вроде бы да, то есть по вкусу даже Дима съел, сказал, ну да, в принципе, прикольненько сделано. Потом пирожки, а потом опять Цезарь. И, в общем, вот так вот такой вот слалом у меня произошел. Но в целом ощущение все-таки, опять-таки, что если заниматься всем, то по отдельности может получаться шняга. Здесь есть примеры хороших блюд. Цезарь реально крутой. Ну, вот если будете заказывать, попробуйте, я думаю, вы со мной согласитесь. И есть примеры того, что, ну, просто капец, ну, какого фига. Ну, тот же Медовик, ну, совсем. 170 рублей, такой Медовик. Ладно, прокомментирую. Цена 2, дорого. По факту это дорогое заведение. Вкус-качество 3. В целом, в среднем ощущение, что где-то на троечку. Соответствие 3, потому что были недовесы, и это не очень хорошо. И плюс информация не везде есть по поводу граммов. Сервис 5, прям красавчики. Сервис 5, это очень круто. Но если у меня спросите, что лучше, чтобы все было вкусно, а сервис похуже, наверное, вот это я бы выбрал. Скорость 5, довезли быстро. Температура 4, бывает погорячее. И лайк от меня, то бишь, буду ли я еще заказывать сам, и могу ли я прям советовать-советовать, пожалуй, нет. Поэтому ставлю 0, советовать не могу. Но Цезарь попробовать здесь очень даже мог бы советовать. Равно как и бургер. Только прям вот если вы в митинге где-нибудь живете, можете прям зайти, съесть бургер и написать в комментариях, прав ли я, что это весьма годные бургеры или не прав. Все, ребята, ананас. Я все-таки это сделал. Пусть я, конечно же, не все меню заказал, потому что у меня столько просто... Во-первых, денег не хватит. Во-вторых, желудка не хватит, чтобы все попробовать. Ну так тезисно мы пробежались, поняли, что вот такое вот заведение. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки, потому что я знаю, что многие не любят смотреть мой канал. Заходят просто дизлайки поставить. Ребята, ну для вас тоже мой канал существует. Пожалуйста, наслаждайтесь, что я могу сделать. Ну не нравлюсь я вам, как бы насильно мил не будешь. Правильно? Делайте, что хотите. До следующего воскресенья. Что-нибудь интересненькое для вас сделаем. Есть у меня, кстати, одна задумочка клевая. Будет, мне кажется, интересный обзор. А может быть, будет менее интересный обзор. Я не знаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok